друзья всем привет добро пожаловать в новый влог я уже по кашлю более-менее хотя кашель продолжается еще но уже реже конечно приступообразный все равно сложно и долго говорить но потихонечку сейчас уже начинаю снимать мастер-классы сейчас вот сниму вам вот этот коротенький ролик что у меня связалась и буду приступать к съемкам мастер-класса на колобка потому что до выполнения заказа у меня осталось две недели если бы я его не снимала я бы начала вязать его немного позже но так как я хочу его заснять процесс вообще создание игрушки и выкладывать вам уже непосредственно вот как говорится в реальном времени создание колобка мастер-класса поэтому я начну съемку уже сейчас потихонечку я не знаю когда он будет готов как это новая игрушка у меня схемы нет и я буду как говорится импровизировать составлять схему думать вот я щас в раздумьях как сделать ему носик отдельно вязать или вывязывать в самой голове без что пришивных деталей он был и я думаю еще по поводу косыночки делать ее плоской поворотными рядами из плюшевой пряжи или делать ее в технике амигуруми вязать по кругу чтобы она была толстенькая еще пока не знаю или вообще ее сшить у меня есть белая ткань голубой горошек в мелкий правда сшить на машинке не знаю еще пока думаю но вот пока думаю будем с вами начинать обвязать потихонечку само тело непосредственно самого колобка глазки я взяла большие 25 миллиметров а вот так что в ближайшие дни я думаю что выйдет мастер-класс на дзен с колобком вот буду уже начинать съемки сегодня поэтому говорю вам об этом и съемки мастер-класса на единорожку тоже в процессе я в коротеньких роликах выкладывала вот у меня посвязывались такие пчелки брелочки мы их свяжем обязательно вместе на дзен я готовлю товар в магазин и в сентябре я на ярмарку ни на какую не еду еду в конце октября записалась вот поэтому к ярмарке тоже буду готовиться и хотела такого же формата связать это как у нас следующий год год змеи связать змейку виде брелка мне не очень нравится вот эти худенькие маленькие змеечки на брелок поэтому вот у меня связалась вот такая заготовочка я думаю точно такие же глазки какой-нибудь чубчик язычок змеиный и возможно это будет прикольно смотреться я вот и делаю потом покажу вам обязательно будем вязать вместе это сто процентов потому что мне их нужно навязать они уже несколько штук у меня продались их нужно навязать еще несколько штук чтобы у меня не лежали на ярмарку на октябрьскую поэтому какой-нибудь вместе с вами по цвету свяжем вот и змейка будет такая тоже потом в коротеньком ролике в каком-нибудь запишу посмотрите какая она получится из брелочков у меня еще связались вот такие лисички эта идея из пинтерест не сама схемка а вот именно крепление хвостика с бусинками мне кажется это прикольно и очень красиво тоже свяжем вместе с вами у меня сейчас вяжется такой еще синенький лисенок с синими бусинками я буду вязать еще черного и это на магазин четыре штучки уедет а потом уже начну вязать на ярмарку и вот мы вместе с вами одного из них свяжем вяжется быстро вот нужны бусинки нужен фетр для ушек и ниточки такие брелочки у меня связались значит я вам еще на youtube я наверно не выкладывала на дзен выкладывала на днях коротенький ролик показывала вам связались у меня косметички это уберу что плитка не было косметички это на пехорка буклированная пряжа тоже если хотите снимем сниму мастер-класс правда подкладку я саму шила на машинке сердечко это из мастер-класса зайка валентинка на бусте ссылку оставлю в описании под видео кому интересно подкладки я шила на машинке я не швея поэтому как шила подкладку я показывать не буду я покажу вам как связать саму косметичку и вообще вяжется очень быстро очень легко очень просто можете делать даже без подкладки ничего нигде не пришивается все вывязывается вот там буквально будет наверно пятиминутный мастер-класс такой покажу вам пару нюансиков и все косметички классная прикольная тоже навязала не знаю на магазин завезу либо на ярмарку возьму вот такие классные штуки все такой момент я очень люблю большие сумки шопера особенно очень люблю их носить зимой но в них всегда одна проблема ручка кроткая не всегда мне удобно носить сумку на локте да поэтому я люблю чтобы шопера была длинная ручка чтобы я могла там на зимнее какое-то пальто куртку на плечо надеть эту сумку таких к сожалению ну я во всяком случае не находила тряпичные шоперы да у них большая ручка а вот именно кожаные у всех у меня три штуки и у всех ручки короткие у одной сумки по длиннее но все равно на зимнюю куртку она на плечо не надевается а мне очень часто это надо когда этом точно школу забираю мне надо чтобы у меня руки были заняты этом портфель у нее взять данным пришли зимой забираю не портфель тяжеловато по снегу тащить вот и так далее и тому подобное поэтому мне нужно чтобы надевалась сумка на именно на плечо и я решила сделать себе сумку сама зимнюю такую вдохновившись косметичками я заказала себе пластиковую канву я не люблю когда сумка тоненькая да вот просто связанные мне нравятся твердые сумки вот я заказала себе пластиковую канву и вот сама основа сумки у меня уже готова сумка получилась не сильно большая конечно как я люблю я люблю прям огромные шопперы но и не маленькая осталось сделать ручки безусловно ручки будут длинные такие чтобы но я буду мерить просто под себя под свою зимнюю куртку которую я чаще всего ношу вот будут мерить под нее чтобы она хорошо садилась на плечи и подкладку буду тоже делать вот подкладка будет такая бежевая все это доделаю все основная работа проделана конечно девочки кто делает сумки это особенно вот такие вот буклешки это еще из обычного шнура спокойно нормально до крючком доставать из ячеек ниточку а букле это конечно я намучилась но результатом я довольна сумочка выглядит очень мило я вообще люблю меховые всякие такие вот барашковые сумки обожаю просто так что вот еще себе делаю сумочку потом тоже покажу осталась ручка и подкладка но я не спешу потому что это для зимы вот просто было у меня время посидела поделала буквально там дня 4 наверное у меня ушло по пару часов в день на эту сумку еще здесь будет кнопочка я их заказал они тоже уже пришли мне кнопочки будет закрываться на магнитную кнопку тыковка как декор связалась тыковка тоже максимально простая тоже запишу вам мастер-класс коротенький час после колобка после единорожки запишу вам коротенький мастер-класс это будет актуально сейчас к хэллоуину вот такая тыковка правда яркая слишком ярко оранжевая пряжа что на больше на мандаринку похоже но вот такие тыковки очень популярны для декора и из буклированной пряжи из просто какой-то светленькой бежевой пряжи беленькие тыковки очень популярны очень актуальны и вот я как раз к концу октября к ярмарке и на магазин это уедет на магазин еще несколько брелочков тыковок сделаю тоже на магазин отправлю и буду делать буду вязать к ярмарке уже и буду взять вместе с вами естественно буду записывать мастер-класс очень просто у меня даже мастер-класса схемы нет тут я на глаз просто так связала и что самое такое у меня связалась из новиночек вот такая малышка это зайка сейчас мы с вами разденем такая зайка кролик я не знаю я захотела мне сделать захотелось мне сделать такие именно остренькие ушки они круглые как большинство заек шапочки сразу говорю шапочка и кофточка это пряжа на к париж кофточку на платье снимать не буду носочки вот сама она вот такая покажу вам ножки мне всегда честно говоря больше нравились игрушки именно вот такого формата из полухлопка не те вот зайчики которых мы вязали да я с вами вязала и за строки ви это конечно популярные игрушки они очень нравится всем все их покупают эти игрушки менее популярны но вот такие на с такими например ножками но мне всегда больше нравились именно такие вот раньше я создавала популярные игрушки сейчас я решила создать именно такую зайку которая нравится мне самой вот будет мастер-класс на нее будет он платный будет на бусте сразу после мастер-класса на барашку и прям в таком мне уже захотелось ее в таком тепленьком пушистеньком зимнем образе связать я тут вязала из пряжи на купариж вот этот кардиганчик есть вязала и я понимаю что я себе тоже такой хочу вот с тоже с такими объемными рукавами вот сейчас думаю пока времени нету пока нету времени вязать кардиган несмотря на то что ниточка плотно толстенькая свяжется быстро пока нету времени но я себе тоже такое хочу вот я ее так и наверное знака париж вязала очень-очень давно лет десять назад кардиган носила его с большим удовольствием но не такой объемный тогда это не было модно а вот и сейчас хочу себе тоже такой кардиган как зайки связала морковками и украсила в шапочке дырки не делала так как ушки пришила видите они там плоско по голове и не захотела делать дырочки в шапке сделала просто ее такую мастер-класс будем вязать я в мастер-классе с вами свяжу вместе и шапочку и платить оплатится максимально простое и носочки тоже эти такие как носочки валенки не знаю эти зайки вывязана пяточка в носочках нет он только как чулочек связан просто то есть он максимально простой такая девчушка милая получилось пишите в комментариях как вам интересно ли вам будет связать такую малышку спасибо что вы со мной спасибо что смотрите меня спасибо что вяжите по моим мастер-классам буду благодарна вашим пальчиком вверх вашим подпискам и естественно большая просьба всех у кого есть возможность переходить на мой день подписываться ссылка будет в описании под видео для тех кто уже смотрит меня на дзене спасибо вам большое я вам очень благодарна вот приступаем к выпускам мастер-классов все взяли себя в руки и поехали снимать всем пока мастер-классов все взяли себя в пара этом Продолжение следует...